Добрый день! Мы с вами сегодня говорим о поэзии о Николая Михайловича Рубцове и его лирике. Причём, если где-нибудь в каких-нибудь статьях или даже на обложках сборников, бывает, можно встретить этот эпитет по отношению к поэзии, по отношению к лирике Рубцова. Тихая лирика. Но мы с вами доберёмся до того стихотворения, где станет совсем очевидно, почему лирика тихая. Часто её так называют лирику Рубцовой тихой. Тихая лирика о человеке и природе. Это сегодня наша с вами тема беседы. Итак, Николай Михайлович Рубцов. Годы жизни 1936-1971. Первый поэт середины XX века. Немного о детстве и юности. Архангельская и Вологодская области они и вдохновляли поэта, и нашли отражение в его лирике. Собственно, там он провёл детство и туда же вернётся после своих странствий, после службы на флоте, после жизни в Москве и Ленинграде. Это именно то, что называется русский север. Архангельская и Вологодская области. Первое стихотворение писал ещё в школе и техникуме. Служил матросом на Северном флоте в 1955-1959 годах. И там он начал посещать занятия литературного объединения при редакции газеты на страже Заполярья в городе Североморске. То есть можно было во время службы посещать занятия литературного объединения, вот такого литературного кружка. И там же, в этой же газете на страже Заполярья появилась первая публикация Рубцова. Это было стихотворение «Май пришёл». То есть мы даже уже по названию видим, что поэт посвящал себя стихотворениям о природе с первых шагов в поэтической карьере. Годы службы на эсминце, на флоте, прошли под знаком поэзии Есенина. Ну и влияние Есенина, его, опять же, стихотворение о природе, видно в лирике Рубцова. Сослуживец Рубцова вспоминал, тогда в машинном отделении мы не читали друг другу собственных стихов. Даже, кажется, и в голову не пришло такое читать себя. Говорили только о Есенине. И вот этот же сослуживец Рубцова рассказывал, что ему прислали из дома несколько томиков Есенина, и Рубцов прочитал вот все, что было, все, что мог у Есенине достать. Ну и повторю, что творчество поэта Серебряного века оказало влияние на поэта уже более поздней поры. И дальше уже все еще во время службы на флоте появляются по публикации в газете «На страже Заполярье» в журнале «Советский моряк» и в газете «Комсомолец Заполярье» опубликовано стихотворение «Желание». Это был первый вариант того стихотворения, которое впоследствии станет знаменитым. Оно будет положено на музыку и станет музыкальным хитом и будет называться «Букет». То есть «Букет» уже будет написан позже, стихотворение будет изменено. Но в 1958 году, еще когда Рубцов служит на флоте, опубликовано стихотворение «Желание». И вот давайте мы их сравним. Значит, стихотворение «Желание» 1958 года, а через семь лет появляется вот новая редакция и уже называется «Букет». Похожи два произведения, но мы сейчас их почитаем и отметим, какие же есть в них различия. Почему второе стихотворение можно назвать таким более зрелым? Итак, «Желание». Мне очень больно, но обиды нет и унывать себе я не велю. Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу, с другим наедине о наших встречах позабыла ты. Ну что ж, на память обо мне возьми вот эти красные цветы. Она возьмет, я буду рад, а после снова в сердце ранит грусть. Она уйдет, так и не вскину взгляд, не улыбнувшись даже. Ну и пусть. Мне очень больно, но обиды нет и унывать себе я не велю. Я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Так, да, только что присоединившихся приветствую. У нас Николай Михайлович Рубцов и его лирика сегодня. Итак, смотрите, да, вот в первом стихотворении даже немножечко ритм где-то сбивается, то есть его можно назвать таким ученическим. Ну и давайте почитаем второе стихотворение, созданное через 7 лет. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю. Я ей скажу, с другим наедине о наших встречах позабыла ты и потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы. Она возьмет, но снова в поздний час, когда туман сгущается и грусть, она пройдет, не поднимая глаз, не улыбнувшись даже, ну и пусть. Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю, я лишь хочу, чтобы взяла букет та девушка, которую люблю. Смотрите, во втором, что в первом, что во втором стихотворении у нас появляется такой поэтический прием, как повтор. Вот у нас первая четверостиша и последняя с небольшими изменениями повторяется, как припев в песне. Ну и, собственно, то же самое происходит и в букете, в более поздней редакции. Значит, смотрим. Первое стихотворение, оно называется «Желание». У него такое более прямолинейное название, то есть, чего желает наш лирический герой от лица, которого стихотворение написано. Он желает, чтобы любимая девушка взяла букет, невзирая на то, что он не... Он понимает, что взаимности ему не ждать от нее. Причем, смотрите, он говорит «Она возьмет, я буду рад, а после снова сердце ранит грусть». Вот в данном стихотворении лирический герой он достаточно так открыто, прямо говорит о своих эмоциях, он вот свои чувства открыто, прямолинейно нам рассказывает, что она возьмет букет, я буду рад, а после снова сердце ранит грусть. Потом он говорит «Мне очень больно, но обиды нет, и унывать себе я не велю». Он достаточно так открыто, прямо говорит о своих чувствах, он их прямо проговаривает. Но обратите внимание, насколько во втором стихотворении скрыты чувства героя, то есть он добивается того, что мы понимаем о его чувствах из каких-то деталей, благодаря каким-то деталям. он говорит «Я буду долго гнать велосипед, в глухих лугах его остановлю». То есть он уезжает специально в какое-то глухое место, такое потаенное, заветное, чтобы как из глубины души, как из глубины сердца какие-то чувства, мы можем извлечь, может быть, он таит их и даже от себя возможно прячет. И точно так же он за цветами едет в глухие луга подальше. Значит, в обоих стихотворениях у нас лирический герой, ну так, с упреком некоторым говорит девушке, что с другим наедине, о наших встречах позабыла ты. В первом случае он видно, что с досадой говорит «Ну что ж, на память обо мне возьми вот эти красные цветы». А во втором стихотворении он говорит «И потому на память обо мне возьми вот эти скромные цветы». То есть, если в первом случае он досадует, то во втором он смиряется, в нём больше смирения, он не держит какой-то обиды на девушку, потому что в первом случае, в первом стихотворении он говорит «А после снова сердце ранит грусть». Он прямо вот в открытую говорит, что будет ему плохо. Во втором случае его чувства завуалированы. Мы догадываемся только о его грусти, потому что он говорит про туман снова в поздний час, когда туман сгущается и грусть. То есть, грусть сгущается наряду с туманом. у нас эмоции отображены в природных явлениях. И то, что она пройдёт не поднимая глаз и не улыбнувшись даже, мы понимаем, что она не отвечает взаимностью герою и что он тоже, видя это, понимает, что взаимности нет. Но то, что он унывать себе не велит, в первом случае он проговаривает, он говорит об этом в открытую, а во втором случае просто короткая фраза «ну и пусть» говорит нам о том, что он смиряется. Да, и ему он просто хочет оставить о себе память, поэтому он говорит, что хочет лишь, чтобы она взяла букет. Если в первом случае, я вам говорила, стихотворение называется «желание», что именно говорит напрямую о его желании, то во втором случае оно называется символически, оно называется словом букет, потому что букет, он символизирует ту память, те светлые чувства, которые он к девушке испытывает. И в первом стихотворении он говорит «возьми вот эти красные цветы», то есть просто называет их цвет, они могли бы быть так же и синими, и желтыми. Если честно, это не очень важно. А вот во втором случае он говорит «возьми вот эти скромные цветы», на память обо мне возьми вот эти скромные цветы, то есть такие же скромные, как и я. Повторю, второе стихотворение, оно более зрелое, именно поэтически более зрелое. Мы здесь видим больше символизма, чем в первом стихотворении. в первом герой в основном все высказывает напрямую, а второе состоит из больших таких оттенков и полутонов. И повторю, об эмоциях в нем практически прямо не говорится, а говорится о... Они отражаются в деталях, в мелочах, в восприятии героям окружающего мира. Вот такое интересное сравнение, это очень занимательно, сравнить стихотворение разных редакций, такое юношеское и написанное уже через 7 лет. И повторю, что вот эта песня «Букет», она стала хитом, то есть ее положили на музыку и исполняли, и она была очень известна в советское время. Итак, происходит в 60-х годах уже вхождение Рубцова в литературу. После службы на флоте он работает в Ленинграде на таких специальностях рабочих качегарам, слесарям, шехтовщикам на заводе, учится в школе рабочей молодежи и занимается в литературном объединении «Нарвская застава». Публикует стихи в газете «Кировец» и уже начинает выступать вместе с другими молодыми поэтами на вечерах в различных литературных объединениях, домах культуры, общежитиях, библиотеках и даже НИИ научных институтах. То есть был такой вариант культурной жизни, культурного досуга, когда поэты читали свои стихи на каких-то площадках. Но сейчас тоже возможно, просто это не так популярно, как раньше. То есть уже приобретает Урубцов определенную поэтическую известность, становится такой публичной фигурой. И в 1962 году он выпускает первый сборник стихов. Это машинописная книжка, то есть не в типографии отпечатанная, а вот вручную сделанная. Называется «Волны и скалы». И был у Рубцова такой приятель Борис Тайгин, он сам был поэт и издатель так называемого «Самиздата». То есть он занимался этим распространением машинописных рукописей. И он так сказал про эту книгу, про этот сборник, что Рубцов назвал ее «Волны и скалы», объяснив, что волны означают волны жизни, а скалы различные препятствия, на которые человек натыкается во время своего жизненного пути. И стихи в книжке именно об этом. То есть обратите внимание, название здесь нам, конечно же, в первую очередь намекает на какой-то пейзаж. Волны и скалы вполне себе даже можем представить себе этот пейзаж. Но на самом деле под этими словами поэт подразумевает такие вот какие-то жизненные события, перипетии, то есть разные повороты жизненные. А скалы это препятствия. Ну тут, кстати, даже не знаю, хорошо ли видно вот это, собственно, да, обложка, даже не обложка, а фазад вот этой рукописной книги моему другу, автору этой книжки на добрую память от издателя. Это вот подпись Бориса Тайгина, который книгу издал. И вот даже видите, Ленинград, 13 июля 62-го года сохранилась эта надпись. И так выглядела обложка. Итак, Рубцов продолжает выпускать сборники стихотворения. У него их, как вы видите, достаточно много. И раз в несколько лет выходил сборник. По названиям, я думаю, можно догадаться, да, что лирика в основном у Рубцова пейзажная, о природе. Вот названия «Волны и скалы», «Звезда полей», «Сосен шум», «Зеленые цветы». Да, вот эти названия, они, конечно же, намекают нам, лирика под обложкой будет, скорее всего, в основном, пейзажная. Ну и давайте еще об особенностях поэзии Рубцова поговорим, чтобы, да, вам как-то обобщить теорию о его творчестве. Мы можем назвать мировосприятие Рубцовское достаточно трагичным, но вместе с тем оно высоко и светло. То есть в его стихотворениях мы часто услышим такие грустные ноты, такие меланхоличные, задумчивые, вот, но вместе с тем они не мрачные, да, это не какой-то прям пессимистичный взгляд на жизнь, а с осознанием, например, скоротечности жизни, с осознанием того, что все бренно, да, человек тоже, он смертен, и с осознанием того, что, например, вот, деревенская жизнь, деревенский уклад меняется, разрушается, да, и уступает жизни городской, потому что, ну, вот, мы почитаем с вами там стихотворение про родной край, про то, как наш лирический герой навещает свой родной край и видит те изменения, которые в нем происходят, такие вот уже что-то, да, что-то исчезает, какие-то приметы деревенской жизни. Можно сказать, что в творчестве Рубцова сочетаются традиции Тютчева и Есенина. Ну, Есенин понятно, да, когда мы говорим о пейзажной лирике и о таком воспевании природы и полном растворении лирического героя в природе, это, конечно же, к Есенину очень применимо. Вот, почему Тютчев, потому что в лирике Федора Ивановича Тютчева сочетаются часто мотивы пейзажные и философские, то есть, ну, не всегда это бывает такое отчетливое размышление поэта, хотя бывает и очевидное такое-то отчетливое размышление на какую-то тему философскую, но бывает, что именно через пейзаж, через описание пейзажа мы видим осмысление поэтам каких-то философских вещей. Вот, и так как Тютчев это было свойственно, то можем сказать, что в Рубцове сочетаются такие традиции пейзажная и философская. И опять же, как и Тютчев, как и Тютчев для поэзии Тютчева это тоже было характерно, Рубцов словно стремится остановить мгновение и запечатлеть с детства дорогие места и образы родной природы. Особенно, вот, хочу обратить ваше внимание на запечатление мгновения. Это и для Тютчева характерно. Его поэзия это часто поэзия мига. Он схватывает какой-то краткий миг в природе, какой-то переходный период, такое зыбкое время, например, переход из вечера в ночь или из зимы в весну. конечно же гармония, которую ищет душа поэта, воплощена в русской природе. Именно она Рубцова всегда вдохновляла. Его повторю, то, о чем я говорила вначале, его называли певцом русского севера. И любовь к родине, к ее истории, была жизненной опорой для Рубцова. Итак, мы с вами почитаем сейчас очень любопытное стихотворение. Я думаю, что содержание в целом, то, о чем я сейчас говорила, оно рассказало вам эти тезисы перечисленные, они рассказали вам о содержании поэзии Рубцова. То есть тематику вы, я думаю, поняли. Но нам еще с вами интересно посмотреть на форму, не только на содержание, но и на форму произведений. Что я имею в виду? Это средства художественной выразительности. Какими средствами пользуют Рубцов и благодаря чему он достигает того или иного эффекта от своих произведений. И давайте мы сейчас с вами обратим внимание на звукопись. у Рубцова в сборнике «Волны и скалы» есть несколько стихотворных циклов. И вот один из этих циклов был назван «Звукописные миниатюры». миниатюры понятно, почему они звукописные. Итак, давайте почитаем стихотворение Левитан. Исаак Левитан, художник. И даже есть подпись такая в стихотворении, что оно создано по мотивам картины «Вечерний звон». Ну и собственно вот она на слайде сама картина «Вечерний звон». Итак, читаем. «В глаза бревенчатым лачугам глядит аллеющая мгла. Над колокольчиковым лугом собор звонит в колокола. Звон заокольный и окольный у окон около колон. Звон колоколен колокольный и колокольчиковый звон. И колокольцам каждым в душу любого русского спроси. Звонит как в колокол неглуша звон левитановской Руси». Вот такое стихотворение. Я думаю, вы все, когда слушали, прям услышали этот колокольный звон, да, все такой всеобъемлющий и все охватывающий. Да, очень много здесь повторов, да, даже, наверное, на первый взгляд так смотрим, думаем, ну, зачем же так много тавтологии. Вот, но эта тавтология, она художественно оправдана, да, это неспроста сделано. Так, ну, на всякий случай, если непонятно, вот здесь есть строчка «звон заокольный и окольный». Это от слова околица. Околица – это край деревни или ограда. тав Quran 그 выйти за околицу это вот выйти за пределы деревни. И тут получается звон заокольный, то есть звон, который заокольцей звучит или донесся туда и окольный. А окольный – это как будто от слова около. То есть можно подумать, что это и от околица, а можно подумать, что это и от слова около. Звон окольный, то есть звон вот который вокруг. Так, Давайте мы посмотрим с вами про звукопись. Естественно, звукопись здесь присутствует, является таким основным приемом, на котором стихотворение держится. Итак, звукопись – это художественный прием, средство выразительности, который основан на повторе одинаковых звуков, но не всегда звуков, это могут быть целые звуковые сочетания. Что помогает автору озвучить явление природы? Вот в буквальном смысле озвучить, он звукоподражает как будто бы явлением природы. Или изображает какой-то шум, какой-то звук, усиливает выразительность речи, создает какие-либо образы. То есть не обязательно, что это будет именно стремление к звукоподражанию, это может быть просто создание атмосферы в стихотворении. Например, когда у нас будут повторяться согласные ПТ, будет ощущение чего-то такого, гуково, как будто топот звучит, или как будто нам тяжело, мы спотыкаемся обо что-то. Могут быть, например, звонкие звуки, там «з» или «г». от них ощущение, что звон раздается в пространстве. Они могут звучать как-то очень бодро, бойко или даже грубо. Ну вот примеры сейчас посмотрим. Виды звукописи у нас какие? Алитерация, такое непростое слово, алитерация. Это повтор согласных звуков. Вот, например, сочетание «гром гремит». Вот мы услышали «грм», «грм», прям все загремело. «Гром гремит» или «камыш шуршит». Здесь алитерация на согласный «ш», прям все у нас сразу зашуршало. «Камыш шуршит». Ассананс – это повтор гласных звуков. Ассананс, конечно, не так отчетливо, не так ярко обычно виден в текстах. Ну вот, это вам примерчик из комедии «Грибоедово горе от ума». «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». Когда мы читаем, мы особо не задумываемся, но здесь есть ассананс на «у». То есть благодаря этому «у» слышится такое тоскливое завывание. «Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок». Прям тоскливое завывание. Человек у нас явно чем-то обижен, оскорблен и куда-то собирается уйти. Чувствуется его такая тоска и возмущение. Соответственно, давайте посмотрим еще раз на стихотворение Левитан. Но здесь, конечно, много чего. Здесь есть и звукопись, и повтор. Вот звукопись у нас повторяется «гл», «м», «глаза лачугам», «глядит олеющая мгла». Вот звук Л очень такой мягкий. Он добавляет стихотворению плавности, какой-то протяжности, даже некоторые вязкости. Ну, мы вот прям услышали с вами этот колокольный звон, да, вот благодаря этому л, благодаря этому о-ло-кол-ла-кол, да, вот л, как будто бы вот прям слышно, как язык колокола бьется и такое протяжное от него остается. Колокольчиковый лук, собор звонит в колокола, ну и потом уже пошли повторы многочисленные, да, это уже даже до каламбура доходит, каламбур это такая игра слов, основанная на их похожести, или даже когда, например, у нас одно слово есть, колокол, да, и если мы его разложим на части, у нас получится целое словосочетание, например, кол-о-кол, там, не стучите, кол-о-кол, есть на это колокол, такое шутливое стихотворение, ну, двустишее, шутливое, вот, и здесь уже на уровне каламбура у нас, смотрите, звон заокольный и окольный у окон, а потом около колон, да, а до этого у нас был окольный звон, то есть увеличивается, увеличивается количество о, количество л, и мы уже погружаемся с вами совершенно в этот колокольный звон, да, он уже прям вот вокруг нас уже со всех сторон, звон колоколен колокольный и колокольчиковый звон. А здесь тоже можно так фантазировать, представить себе, что колокольчики могут быть и, ну, маленькие колокола, да, и колокольчики, например, на дуге, да, у запряженной лошади, или там у коровы, да, на шее, которая пасется, или колокольчики, даже цветы у нас же есть. То есть здесь вот колокольчиковый звон можно по-разному совершенно воспринимать, который, он добавляет деталей в пейзаж, да, все вокруг, все вокруг объято этим колокольным звоном. Это еще одно стихотворение, это из того же цикла «Звукописные миниатюры», называется оно «На перевозе». Вот, ну, здесь, конечно, так видно, что, ну, специально делает, да, Рубцов такую звукопись, и тоже игра, игра со словами получается. Паром, паромщик, перевоз, и я с тетрадкой и с пером. Не то, что паром, паровоз, нас парой весел вез паром, ну, здесь тоже каламбуры. Не то, что паром, паровоз, да, здесь мы именно на а ударение делаем, нас парой весел вез паром, то есть паром, в отличие от паровоза, да, везет не с помощью пара, а с помощью, ну, здесь условных весел. Я рос на этих берегах, и пусть паром не паровоз, как паровоз на всех парах меня он в детстве перевез. Ну, здесь, да, литерация на П, на Р, да, очень много повторов, постоянно повторяется слово паровоз, игра слов паром и паром, да, там, допустим, ехать, или там, ну, вот, использовать пар при движении, да, везти кого-то этим паром. И еще игра слов паровоз и перевез, еще паровесел тоже, в общем, сплошная, сплошная здесь игра слов и звукопись. Да, здесь используется в основном у нас алитерация, да, алитерация – это повтор согласных звуков, то есть вот ПР, ПР, и ассонанс, кстати, здесь есть ассонанс на О, да, паром, паромщик, перевоз, спиром, паровоз, паром, роз, паром, паровоз опять. Вот, очень-очень много, да, ассонанса на О. Значит, еще раз, алитерация – это повтор согласных звуков, алитерация, ассонанс – это повтор гласных звуков. Ну, давайте мы сейчас с вами почитаем стихотворение «Тихая моя Родина», одно из таких достаточно известных стихотворений Рубцова. «Тихая моя Родина». И тоже здесь обращайте внимание на художественные средства. «Тихая моя Родина, Ива, река, Соловьи, мать моя здесь похоронена в детские годы мои. Где тут погост? Вы не видели? Сам я найти не могу. Погост – это кладбище. Тихо ответили жители. Это на том берегу. Тихо ответили жители. Тихо проехал обоз. Купол церковной обители яркой травою зарос. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина там, где купаться любил. Тихая моя Родина. Я ничего не забыл. Новый забор перед школой. Тот же зеленый простор. Словно ворона веселая. Сяду опять на забор. Школа моя деревянная. Время придет уезжать. Речка за мною туманная. Будет бежать и бежать. С каждой избою и тучи. С громом готовым упасть. Чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Итак, обратите внимание, сколько здесь повтора. «Тихая моя Родина». «Тихая моя Родина». Повтор. Потом «Тихо ответили жители». «Тихо проехал обоз». Давайте на следующем слайде посмотрим, где выделено. Повтор. Смотрите, у нас до этого были звукописные средства. Литерация сонанс. Это именно когда повторяется звук или сочетание звуков. А здесь у нас повтор. Это повторение либо отдельных слов, либо словосочетания, либо целых фраз. И вот мы видим это у Рубцова. «Тихая моя Родина» в начале. И в середине «Тихая моя Родина». Вот. Ну и еще здесь есть повторы. «Мать моя», «Мать моя», «Годы мои». «Тихо ответили жители», «Тихо проехал обоз». «Там, где я плавал за рыбами», «Там, где купаться любил». «Бежать и бежать». Самую жгучую, самую смертную связь. Зачем используется повтор, конечно же, для того, чтобы усилить какие-то элементы текста, чтобы мы обратили на что-то внимание, чтобы показать, например, важность для лирического героя каких-то вещей. Итак, что мы здесь видим? Наш лирический герой приезжает в свою родную деревню. Да, вот он ее называет «Тихой своей Родиной». Говорит о том, что здесь похоронена мать. Ищет ее, ищет погост, ищет кладбище. И вот смотрите, он как раз-таки замечает те изменения, которые происходят в деревне с такой вот, с горечью о них. Такой тихой горечью о них говорит. «Купол церковной обители яркой травою зарос». Купол зарос травой. «Там, где я плавал за рыбами, сено гребут в сеновал. Между речными изгибами вырыли люди канал». Это что значит? Он явно была какая-то заводь между этих речных изгибов. Вот там он плавал в детстве. А теперь вырыли канал и, может быть, используют вот этот оставшийся пятачок для того, чтобы хранить сено. Там, может, построили сеновал, то есть сделали вот это место таким для сельхозработ. Тина теперь и болотина там, где купаться любил. То есть заболотилось то место, где наш герой любил купаться. Но он говорит о своей памяти. Я ничего не забыл. О том, что он помнит, как было, и это ему дорого. Но изменения он видит. Помните, когда мы говорили об особенностях поэзии Рубцова, о его таком трагичном мировосприятии, я говорила, что его лирический герой, он видит, что деревенская жизнь, она меняется, что-то уходит безвозвратно из нее. Что деревня становится такой более урбанизированной, то есть больше похожей на город. Вот здесь уже какие-то хозяйственные изменения происходят. Там прорывают каналы, строят сеновалы новые. Новый забор перед школою. Тот же зеленый простор. Словно ворона веселая, сяду опять на забор. Ну вот какое-то такое мальчишество осталось нашим героям. Он не хочет посидеть на заборе, как ворона. Школа моя деревянная. То есть тоже вспоминает он о том, какая школа была. Ну вот она и осталась такой деревянной, сельской. Время придет уезжать, речка за мной туманная, будет бежать и бежать. И дальше, да, с каждой избою и тучей, с громом готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь. Вот подчеркивает это герой. Самая жгучая, самая смертная связь. То есть, невзирая на такую внешнюю простоту деревни, ему это очень важно. Он именно с этим своим тихим краем связан очень тесно. Ну и повторю, да, после этого стихотворения как-то вот эпитет «Тихая лирика» очень хорошо к Рубцовской лирике подходит. «Тихая моя родина». Как раз-таки мы замечаем ее такую внешнюю неприметность, ее, да, тут нет ничего яркого, кричащего, экзотического, да. Описывает лирический герой нарочито простой пейзаж. Да, ивы, река, обоз где-то проехал, да. Вот есть заводь между речных изгибов, да, правда, которая заболотилась. «Деревянная школа», он это даже подчеркивает. Вот, все очень просто, все очень так по-сельски. Но с этим он чувствует самую жгучую и самую смертную связь. Так, давайте еще почитаем стихотворение «Звезда полей». Одно из известнейших. Именно оно дало название одному из сборников. Вот, спорник 1967 года «Звезда полей» и есть одноименное стихотворение «Звезда полей». Вот же вот сейчас почитаем и давайте подумаем, что же эта звезда может обозначать не только само небесное тело. «Звезда полей» в омгле заледенела и, остановившись, смотрит в полонью. Уж на часах двенадцать прозвенела, и сон окутал родину мою. «Звезда полей» в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. «Звезда полей» горит, не угасая, для всех тревожных жителей земли, своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Но только здесь, в омгле заледенелой, она восходит ярче и полней. И счастлив я, пока на свете белом горит, горит звезда моих полей. Я думаю, вы уже обратили внимание на повтор, на один из излюбленных приемов Рубцова. Смотрите, постоянно повторяется «Звезда полей» и в начале трех, четверостишей, в одном, причем это обращение, ну, обращение или риторическое восклицание. Итак, эта звезда, она одушевлена, да, она смотрит в пылы нею, как это сделало божевое существо, то есть здесь прием олицетворения. И смотрите, в минуты потрясений я вспоминал, как тихо за холмом она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром. Мы здесь не видим какой-то один пейзаж, то есть в начале говорится о том, что она смотрит в полы нею, то есть мы догадываемся, что пейзаж, наверное, зимний. Но наш лирический герой говорит, что в минуты потрясений он вспоминал эту звезду и над золотом осенним, то есть над осенним пейзажем, да, и над зимним серебром. И дальше, то есть мы вначале с вами находимся, получается, в таком достаточно камерном месте, скорее всего, где-то в деревне или рядом с деревней, видим эту звезду, которая смотрит в полынью, а потом как будто бы наш взгляд на застывшую звезду и на пейзаж, он расширяется, расширяется, мы как будто отдаляемся, отдаляемся и уже смотрим в масштабе Земли на эту звезду. Звезда полей горит не угасая для всех тревожных жителей Земли, своим лучом приветливым касаясь всех городов, поднявшихся вдали. Она уже не только над этой полыньей, не только туда она смотрит, она касается своим лучом всех городов, поднявшихся вдали. Она горит для всех. Что же это может быть? Мы за образом звезды можем с вами увидеть что-то другое, может быть, надежду, что-то доброе, хорошее, то, что как раз-таки является маяком, чем-то светлым для тревожных жителей Земли. Но только здесь в «Амгле за леденелой» она восходит ярче и полней. Опять говорит о своем родном крае поэт, именно здесь в «Амгле за леденелой» она восходит ярче и полней. То есть в родном краю, на лоне родной природы он ощущает ее свет, он ощущает эту надежду полнее. «И счастлив я пока на свете белом горит, горит звезда моих полей». Здесь опять мы видим такое обобщение, она на свете белом горит, то есть для всех, но в то же время называет ее звездой моих полей. Повторю, что здесь под образом звезды мы можем с вами подразумевать и надежду, и какое-то будущее, и счастье для всех жителей Земли. Но нашему герою эта звезда, конечно, милее всего, когда она горит над родными полями. Так, ну вот, друзья, последнее сейчас стихотворение мы с вами прочитаем. Оно называется «Зеленые цветы». Мы просто его прочитаем. Я думаю, что вы можете подумать над различными смыслами, которые оно в себе таит. «Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом, один или с хорошим давним другом, который сам не терпит суеты. За нами шум и пыльные хвосты, все улеглось. Одно осталось ясно, что мир устроен грозно и прекрасно, что легче там, где поле и цветы. Остановившись в медленном пути, смотрю, как день, играя, расцветает. Но даже здесь чего-то не хватает, недостает того, что не найти. Как не найти погаснувшей звезды, как никогда, бродя цветущей степью, меж белых листьев и на белых стеблях, мне не найти зеленые цветы». Вот такое стихотворение, я думаю, что вы со мной согласитесь, оно немножко отсылает нас даже к романтизму, потому что что такое зеленые цветы? Нечто недосягаемое для человека. Какая-то мечта, какая-то фантазия. Вот он говорит, чего-то не хватает, недостает того, что не найти. Это ведь абсолютно романтическое такое восприятие действительности, когда у нас есть некая мечта, некий идеал недосягаемый. И здесь наш лирический герой об этих самых зеленых цветах думает, размышляет, что чего-то недосягаемого, чего-то такого идеального, небывалого ему не найти в этой реальной жизни. Здесь еще есть хорошая такая интересная мысль. Одно осталось ясно, что мир устроен, смотрите, мир устроен грозно и прекрасно, что легче там, где поле и цветы. Опять, да, опять он говорит, что легче там, где есть природа, где поле и цветы. Вот такое, на мой взгляд, весьма философское стихотворение, любопытное. Так что можно на досуге о нем подумать. Вы, наверное, обратили внимание, часто у рубцов в каком-то природном образе сосредоточено некое понятие философское или нравственное, как с этой звездой полей, например, или здесь с зелеными цветами. Но я думаю, у каждого из нас есть свои зеленые цветы. Ну вот, друзья, на этом мы с вами беседу нашу заканчиваем. Я понимаю, что, наверное, это было, может быть, не всегда легко, да, поэзия Рубцова, она такая и правда весьма тихая, без каких-то эффектных там метафор, без каких-то громких слов, без сильного пафоса. Вот, она и правда предназначена для таких тихих размышлений о природе и о человеке. Спасибо, друзья, за внимание. До новых встреч, увидимся и еще чего-нибудь почитаем с вами. Всего доброго.